В адрес Нурсултана Назарбаева со вчерашнего дня продолжают поступать письма от представителей общественности. Целый ряд трудовых коллективов. Их представители благодарят Ельбаса за бесконечный труд и становление страны. Служители сцены, в частности, в первую очередь, благодарят за новую столицу, которая подарила не только Казахстану, но и миру. Астана-опера, Астана-балет, Казахскую национальную академию хореографии и музеи. Также творческие коллективы говорят спасибо Нурсултану Назарбаеву за возможность творить и прославлять Казахстан во многих странах мира. Предприниматели же считают, что благодаря выверенной политике лидера нации и непосредственно его личному авторитету и усилиям для бизнеса были представлены большие перспективы и открыты реальные возможности. Вот отрывок из письма коллектива театра Астана-опера. Цитирую. Ваша роль в истории государства колоссальна. Мы бесконечно вам благодарны за ваш титанический труд. Вы своим гениальным предвидением провели свой народ через тернии к счастливому будущему, обеспечив единство всех граждан нашей страны. Период независимого Казахстана. Вы страну, которая стояла на грани экономической катастрофы, подняли с колен, дали надежду на процветание, уверенно повели за собой. Мы бесконечно благодарны вам за то, что вы построили новую столицу, подарив нам великолепные театры Астана-опера, Астана-балет, Казахскую национальную академию хореографии, театры, музеи и дали нам возможность творить и прославлять нашу родину во многих странах мира. Вы дали нам достойную жизнь сегодня и счастливое будущее нашим детям. Бесконечная благодарность вам. Спасибо. Письме от имени трудового коллектива Семипалатинского автосборочного завода отмечено. В стране в соответствии с инициативами Ельбасе происходит модернизация экономики с целью отрыва от сырьевой зависимости. В рамках идеи Рухани Жангару проводятся мероприятия, направленные на развитие общества, поставленные задачи обеспечения социальной защищенности людей с небольшими доходами, многодетных семей, реализации законных прав людей труда. Буквально недавно произошли изменения в исполнительной ветве власти. Новое правительство должно совершить качественный рывок в меняющихся условиях современного мира. Первый президент Казахстана остается председателем Совета безопасности и членом Конституционного совета. Мы все надеемся, что Казахстан останется на заданном векторе развития. Страна достигнет поставленных целей, будут царить межнациональное и межконфессиональное согласие. Наши дети будут жить в процветающем государстве. Для этого нам всем надо много и упорно трудиться.